спасибо елена очень интересно побеседовали счастья вам всего доброго до свидания елена что за эфир сметана селедка мы мы сейчас это расхолодим всю нашу аудиторию сегодня у нас звезда недели звезда недели у нас в этот раз елена год назад она сбросила 12 килограммов ей 53 года на молодец и вообще красавица вообще приятно посмотреть сегодня мы поговорим с ней о том в чем ее секреты как худеть если человеку чуть больше 16 лет как успешно сохранять полученный результат здравствуйте друзья здравствуйте елена здравствуйте сергей михайлович рада вас видеть спасибо что согласились поучаствовать сразу перейду главному с вашего позволения как вы поживаете целый год вот уже год назад вы завершили программу по снижению веса как вы вообще сергей михайлович ну это просто фантастически я даже не представляла что можно так жить чтобы просто знаете я думала ну мне 53 года я такая вся уже медленно я хожу медленно а теперь после того как я похудела я просто летаю я не знаю даже дочь сделал недавно такое замечание и сказала ты раньше еле-еле поспевала за мной а теперь просто вот я не знаю бежишь впереди меня я тебя не могу догнать вот так и живу сергей михайлович благодаря вам а можете рассказать какую-то историю что такого вот появилась вашей жизни после того как вы сбросили вес вот что что такого вот кроме того что вы сейчас быстрее стали причем легальными способами да вы знаете сергей михайлович ну прежде всего я хочу сказать что у меня же изначально я когда ну хотела похудеть ну конечно хотел там для красоты для всего но я знал что у меня есть аритмия которой я страдаю с детства я думаю как это интересно будет вообще в процессе вот когда я похудею так вот самое главное что я хочу сказать за год но наверное мне пришлось один раз вызывать скорую которая ко мне приезжала чтобы мне сделать мой любимый угольчик а так вообще совершенно я вот как-то так спокойно отношусь к этому и перестала с этого всего бояться всяких приступов всего давайте вернемся немножечко в прошлое елена почему вы решили сбрасывать вес давайте честно елена но у вас не было какого-то уж прям большого лишнего веса почему вдруг решили не было сергей михайлович но изначально скажем так по молодости лет я была всегда худой но я была даже тощи и кости у меня были и со временем видимо я как-то не понимала что я поправляюсь да и вот наверное меня стало последнее время раздражать что все вещи которые я носила до этого они мне все стали катастрофические малы и даже вот последней точке кипения было как я вам уже рассказывала я купил себе костюм достаточно дорогой но прошло какое-то короткое время я поняла что я в него не вложу и думаю как я могла его купить и как бы не по не посмотреть на размер но мне в голову не приходило что я просто поправилась меня это очень сильно разозлило что было последней капли елена что вот вы решили нет все так дело не пойдет надо ходить что было последней капли знаете честно говоря я сама пыталась как-то ну как я не беру никогда не худела но я пыталась так думаю ну буду вот сейчас есть там какое-нибудь мясо и салатик так вот на этом пыталась продержаться какой-то там день-два потом думаю нет но я же есть хочу и не могу я вот так же идти думаю так что мясо салатик поем а там конфетки конфетки и вот эти конфетки собственно говоря меня наверное всегда и губили ну надо сказать и очень сладко любила ну и вот собственно говоря когда я увидела вас в инстаграм вас случайно мне принес инстаграм я вот вас слушала и думаю а вот между прочим как-то просачивалась какая-то истина и как вы говорили а вот можно вот так а вот так поэтому может быть правда попробовать как-то очень просто доктор говорит на меня в последние две мысли первое вы знаете я заметил что очень многие как бы согласны стать стройными красиво очень многие согласны похудеть после еды так прям вообще практически все убеждены в том что надо худеть ну к вечеру есть очень хочется вот вот она уже согласна стать стройными есть очень хочется давайте честно наедались ли вы в процессе программы по снижению веса вот что меня поразило знаете вот так вот как вот многие у вас говорят что вот худели не один раз не два раза а я вот пришла к вам первый раз да и вы вот это все рассказали что вот как что есть правильно питаться и узнаете я просто поразилась что на таких маленьких калориях можно наедаться быть сытой и еще столько еды понимаете вот по объему вы сколько примерно съедали в день ну где-то килограмм 200 килограмм 300 вот так вот это 46 приемов пищи в день да примерно да 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 я просто фруктов всегда брала я очень много фруктов собственно говоря ела в процессе похудения и я всегда брала не 100 грамм а 150 как вы говорили что если вы будете есть фрукты вам не будет хотеться сладкого и вот это вот прям таки да это была моя такая вот фишка это срабатывало чтобы тягу к сладкому держать под контролем да да сто процентов я даже не думала что это может быть так мне не хотелось понимаете все-таки оглядываясь назад ну понятно что уже год прошел все-таки что было самым сложным в программе знаете самым сложным наверно начать ходить я вообще не очень такой так сказать человек который вот там к тябе к спорту у меня этого нет я не спортивный человек я ленивый наверное и вот я когда начала ходить я поняла как это классно и как это мне нравится меня до сих пор остановить невозможно а вот как вам удалось вот я помню что вы говорили что некогда некогда я если я правильно помню мы даже когда с вами работали вы тогда еще skype был skype выходили прям с работы уж извините да это сегодня не в магазине я хотела с магазина так сказать с вами встретить ну думаю там ходить люди там все равно стучат я думаю человек вот настолько работает что даже не даже вот прям не может время найти на то что прямо вот с работы участвует в программе по снижению веса это двигаться а значит смотрите я работаю в центре рядом улица никольская красная площадь значит парк зарядье раньше даже не представляла этот парк зарядье находится где-то там а он в двух шагах от меня вот я какой-то момент когда так тишина закрывала магазин выходила сначала по никольской потом по красной площади потом нашла где парк зарядье вот а сейчас у меня знаете такая фишка я иногда на работе сижу и когда вообще людей нет а сейчас в общем-то очень спокойные такие времена я беру и от так сказать лубянки до тверской пешочком в елисейский магазин вот дохожу и это как бы знаете вот как оно так оно и нужно собственно говоря как я и приучилась вообще окружающие как-то заметили перемену или все-таки минус 12 килограммов не так много и и еще как знаете вот во всяком случае меня например сестра очень долгое время не воспринимала и она говорила я любила свою сестру вот той которая была более такая вот кругленькая и более такая она мне броднее и милей и только через год спустя она сказал ну наверное наверное ты вот действительно хочешь быть такой вот окружающие некоторые вот вот у меня подруга вчера я только разговаривала единственная подруга она сказала я ума не приложу для чего ты худела ты так не была толстой я говорю но вот эта легкость походке а вот это здоровье мне не скачет давление у меня там я не знаю ритме стала гораздо реже это вообще просто фантастически хотя я не предполагала что это такой эффект окажет правильно ли я слышу что вы даже больше описываете не килограммовый какой-то результат а ощущение от от стройности что это для вас важнее чем чем какой-то килограммовый результат ну как вам сказать сергей михаев килограммовый результат был на первом месте потому что мне очень хотелось носить знаете я всегда носила приталин и обтягивающие платья я не могла носить но это вот смешно одеваешь и вот это вот я не знаю валики какие-то которые вываливаются это неприлично и неприятно а сейчас размер 42 все платья мои которые я захожу в магазин и мне девочки примерочные говорят так вам наверное когда меня видят пальто или как-то ну 46 потом примерочную заглядывает ой так вы же стройняшка вам-то вот надо другой размер и как бы вот и так сами поглядывают молодые девочки понимаешь что я сутенька не молодая но правильно ли я понимаю что стройность все-таки три месяца я не помню сколько вы там уже были в праве два или три мы управились я не помню три месяца где-то там с хвостиком грубо говоря три с хвостиком стоило ли это того чтобы упираться три месяца была программа по снижению веса вот уже вот вы живете стройной и вот вы так об этом рассказываете как будто вот вы до сих пор этому радуетесь что вы сбросили вес или все таки привыкли до сергей михаев понимаете я каждый день хожу вот как на крыльях летают а действительно вот это похудение дало мне новую жизнь это действительно так может быть некоторые не понимают прелесть всего вот этого но когда у меня знаете я вот смотрела на свою фигуру я понимала что она несовершенна и знаете что меня больше всего грустила что с каждым годом я становлюсь больше и понимала что взрослые люди они наверное так созданы чтобы с каждым годом становиться больше потому что все полные кругом с возрастом становятся и меня это очень омрачало и прям тяготило а теперь когда я похудела я понимаю что на моей фигуре тот живот который был я прошу прощения он куда-то исчез который я думал что никогда не исчезнет и мне моя дочь говорит ну это надо ходить спортзал это надо скачивать все ты же не занимаешься а вот он его нет все год без живота да да сергей михаевич это потрясающе что вот так вот это так просто такая простая программа я не знаю кто еще вы просто супер диетолог я всех вас рассказываю елена за этот год были ли пока вы сохраняете вес были ли какие то вот иногда мне люди рассказывают что жир переходит в ответную атаку что мозг в пользуясь тем что мы как бы потеряли бдительность начинает подсовывать нам печенюхи было ли такое в течение последнего года знаете очень долгое время я вообще не ела конфет ну вот вообще скажем так ну где-то полгода точно потом значит от японских конфет сложно отказаться тем более клиенты говорят всегда а почему вы не едите я у меня всегда знаете я даже приготовила вот у меня оставил для этой жизни батончик турбослим я всегда достаю демонстративно батончик но иногда приходится съесть конфетку но иногда я сама например раз в три дня позволяю себе конфетку с кофе с чаем естественно после еды после всего вот я что-то как-то ушла и потерял были ли были ли пытался ли жир перейти в ответную атаку ни разу ни разу потому что вы дали очень хорошие рекомендации но во первых взвешиваться каждое утро у меня стоят весы утром я просыпаюсь туалет и тут же взвесилась я смотрю что я ела вчера естественно а рекомендации ваши были соблюдать метаболическое питание плюс еще дробное питание если честно а не очень понравилось что вы сказали что вот нужно вот соблюдать может кто-то скажет это очень муторно или как но ради стройности красоты и 42 размера одежды и здоровье я готова и мне всегда нравится я знаю всегда что мне поесть раньше у меня такого не было то есть я вставала утром и думаю ну ладно чай с печеньками попью там бутербродик съем и побежала а сейчас у меня уже в холодильнике всегда творог лежит мягкий знаете приобрела привычки раньше я вообще не люблю молочное но я оставила для себя творог мягкий я его ем елена расскажите ваш день вот сегодня что вы ели до встречи со мной значит смотрите сегодня утром я ела заметьте у меня всегда есть четыре с половиной творог но я купила 9 процента я его уже очень давно ем вот творог у меня сегодня был потом я вот например сегодня захотела кукурузу с горошком смешала себе вот я секундочку елена притормозите сейчас для наших участников я подчеркну что елена у нас бросила 12 килограммов год назад и уже год сохраняет результат и сейчас она говорит о том как она питается на этапе сохранения веса потому что есть отличие между питанием для снижения веса и на этап сохранения веса правильно ли я обычно заставляю людей все-таки мучаю нулевым творогом в процессе снижения веса и обещаю что в первый же день фиксации веса мы перейдем на там со 5 процентный или 9 процент правильно ли я понимаю что вы этому следует когда вы сказали что вы можете теперь есть пятипроцентный творог я собственно говоря удивлена была и думаю как после нулевого 5 процента для меня это был шок достаточно долго к этому привыкал но знаете я могу сказать так вот сегодня я поел как я просто закончу мысли кукуруза у меня было с горошком и слива вот ну и второй прием пищи у меня стоп 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 что белка не было в этот прием пищи творог творог а второй прием пищи у меня был бедро куриное в гриле я теперь делаю меня теперь гриль есть замечательный это прям как шашлык я хотела бы сказать кускус у меня был и опять-таки слива у меня была ну и соус я для себя открыла грузинский 68 килокалорий но сергей михалов я не всегда так ем я вот например знаете на что очень сильно подсел в качестве творога я заказываю для мужа ну и как бы теперь и сама я мне гнушаюсь творог домашний прямо эти корова в доме есть и делают вот торт я даже не знаю какая жирность там и сметана вот просто стоит ложка интрига у нас все замерли сейчас все и и смотрите вот беру я этот творог раньше я брала значит смешивала домашний творог с четырехпроцентным пятипроцентным и немножко добавляла там ложечку такой сметаны а потом думаю а чего я попробую ка я вот так вот по-другому сметаны хочется такой знаете вот после похудения если честно я очень долго ела хлеб с маслом потом меня это достало и я перестала есть хлеб с маслом и перешла на жирную сметану и вот был весь карантин вот когда три месяца я сидела на этой жирной сметане я встаю утром до весы и смотрю иногда вес бывает на 50 грамм даже меньше чем например предыдущий день сейчас вы ведете все я сижу прям на жирной сметане на этом не знаю какую капельку а люди тут думают вот перед стройности сейчас я жирной сметаны наверно заносите сколько вы съедаете жирной сметаны расскажите нам в граммах смотрите если у меня стоят весы и я предпочитаю если я дома нахожусь все-таки взвесить посмотреть там 100 грамм или 60 грамм потому что ну для меня это важно мне это нравится собственно говоря можно и на глаз конечно положить 100 граммов в день жирной сметаны на этапе сохранения веса вы можете есть вот только в путь только запросто да и ничего но есть знаете и еще я что для себя сделал думаю а дай-ка я огурцы помидоры салатик сделаю ну как в качестве клетчатки еще что-нибудь туда добавлю и долго я делала я вот даже масло спрей приготовила какой каким я пользуюсь вот но подумала а чего масло спрей а дай-ка я этой сметанки добавлю потому что сметанка то она очень вкусная и знаете как пара ложек этой жирной сметаны сейчас мы все пленем пленями и елена вы прям у нас люди сбрасывают вес люди в процессе программы друзья мои наши зрители эфира делятся на две категории некоторые в процессе снижения веса некоторые еще раз еще раз хочу подчеркнуть елена уже сбросила вес она уже прошла этот путь она сейчас вот так вот про сметану сейчас вы мне тут расхолоните смотри какая если и 42 размер так может быть в этом секрет снижение веса сметаны надо бахнуть это уже на этапе фиксации веса после того как вы сбросили как елена на этапе вот когда мы повышаем калорийность доравновесной у нас снова появляются продукты с высокой плотностью калорий правильно ли я понимаю елена что вы сейчас никакие калории не считаете вы знаете я не считаю калорий но я считаю что большой школой того что вы просили присылать считать сколько калорий в каждом блюде и сколько я потребляюсь за день это просто как таблица умножения ты теперь приблизительно в голове всегда можете представить что с чем можно комбинировать и как это в общем-то сочетается и ты понимаешь что ну вот этот прием пищи в принципе тут и жирная сметанка проскочит но каждое утро вы встаете на весы и следите за тем чтобы вес не выходил за рамки безопасного коридора я живу смотрите похудела была 56 и 6 для меня уже знаете если например вес 57 150 я думаю так сегодня без жирной сметаны сегодня творог 5 процентов то есть правило какое если вес в рамках безопасно все у нас все комментарии про сметану елена все мы мы аудиторию с вами потеряли тут у нас люди спрашивают значит где купить сметану как на все кто сказал сметана все прям проснулись эфир специалиста по снижению веса все обсуждают сметану и так правильно ли я елена хочу подчеркнуть что вы утром встаете на весы и если вес 56 значит сметана возможно да да если вес 57 значит сегодня без сметаны значит сегодня надо вот воздержаться и вот так получается сохранять так а люди говорят сергей михалыч а так она испортится сметана я купила же ведро наш протиснет там там столько этой что делать она же зовет сметана вот мы открыли еще одно предназначение для чего нужен муж если что он поддержит в трудную минуту то есть примет удар на себя в плане сметаны конечно он основной поедатель сметаны приходит на подмогу приходит на выручку елена было ли так что давайте так если я правильно понял ваш коридор безопасный коридор веса 55 и 0 тире 56 и 9 как только вы видите там 57 вы делаете просто даже не делаете корректирующих мероприятий просто на время перестаете налегать на сметану и вес устаканивается конечно конечно и знаете за весь период вот за целый год вы же говорили что можно делать какие-то там мероприятия которые там скажем так для снижения веса профилактически один раз это вот я даже уже не помню что было и это было опять таки 57 там может быть 400 я решила поесть белок и салаты какие-нибудь это было всего лишь один раз один раз когда вот было там 57 тоже там 600 думаю так приготовлю-ка я куриную грудку приготовила уже купила ее а потом бас за следующее утро встаю на весы а там уже и 56 и опять 6 там или 7 я думаю ну понятно то есть вы обходите обходитесь даже без каких-то корректирующих мероприятий то есть в общем то просто корректировать свое питание глядя на то что показывают тебе не в весы этого уже достаточно для того чтобы сохранять вес да да я согласна и я готовлю сама еду себе чтобы понимать что и туда положила мне кажется это главное тоже хотя как вы можно и в ресторане что-то конечно поесть в принципе это не страшно но мне так вот расскажите нам как там же гульба там же все чревоугодия и гортонобесия там же все переедают и вы ходите вот однажды меня пригласили в гости я прихожу уже все сидят там все на столе уже практически все разобрана а я пришла только и думаю так ну где же здесь белок и думаю так белок клетчатка углеводы белок селедка лежит этому так ну что ж значит селедка будет моим белком и я вам зачем селедку какие-нибудь морковка редиска спасибо елена очень интересно побеседовали счастья вам всего доброго до свидания елена что за эфир сметана селедка мы сейчас это расхолодим всю нашу аудиторию еще раз хочу подчеркнуть елена уже сбросила лишний вес и сейчас она рассказывает как она питается на хранение вес и веса и говорит что даже и селедку есть а что еще там на столе было кроме селедки ну селедка вот свежие овощи были зелень была в немеренных количествах вот я себе еще зелени положила побольше и зелени вот с удовольствием съела вот так что вот так вот ну что-то я уже не помню то ли там картофель был более что в качестве углеводов что-то уже было это было уже очень давно но вот я так помню что я селедка и обошлась слушайте но все равно бывает же так что там в гостях там люди прям переедают ну вот ну или там в ресторан там еще что-то они же уговаривают найти ну люди мне рассказывают вот смотрят на вас горит ой да ты и так худая да значит вот давай там бывает такое или или вот у вас как-то все боятся безусловно люди говорят нет ну а что там вот например можно это поесть я просто знаете у меня и не лезет больше чем вот как это знаете там 500 грамм или 350 грамм если честно будет желудок болеть если я там тяжесть будет если я съем чего-то больше я говорю да нет я вот себе и вот даже как-то еще один случай были в ресторане с подругой вот и значит она берет давай пасту закажем ну давай пасту закажем ну что-то было там у нас мясо какое-то и значит она выбирает так сливочном соусе я выбрала в томатном соусе и она говорит а что ты не выбрала в сливочном соусе я даю мне вот захотелось томатном соусе потом так задумалась и говорю а здесь калорий наверное меньше я говорю я думаю что вот это для меня нормально более всего так что вот таким образом ну если я правильно понял понимание принципов все таки питания помогает вам ну легко сохранять вес если вы разобрались в этом то вам легче принимать решение да сергей михаак если бы не ваши вот принципы что вот необходим там белок клетчатка углеводы и ты эти псы там наедаешься тебе не хочется есть чего-то лишнего и что пища вот в общем-то съедая белок в общем-то сжигается таким образом и калории то есть ты не откладываешь а наоборот что-то отщипывается это просто сенсационное питание если я просто знаете вам так благодарна что вы познакомились этим питанием я даже не представляла что это так я думаю ну вот похудеет а как там дальше или чего оказывается есть возможность жизни после похудения можешь спокойно поддерживать собственно говоря свой вес спокойно причем практически все есть как вы провели это лето как вы воспользовались тем что вы теперь сбросили лишний вес и носите одежду 42 размера что-то такого вот случилось этим летом что вот раньше было невозможно ой сергей михааке и в прошлое лето когда только похудела я поехала на море меня увидела сестра в таком купальнике все вот я себе могу раздельный купальник позволить принципе не стыдно но как-то так с удивлением посматривали на меня но я думаю все теперь я на пляже совершенно спокойно могу как-то стоять и ничего не бояться но в этом году я никуда не выезжала поэтому вот как дома в основном елена вот оборачиваясь оглядываясь назад подводя итог вот вы сбросили 12 килограмм вот уже килограммов вот вы уже год живете стройный вот для всей нашей аудитории для тех кто может быть в процессе снижения веса или еще раздумывает начинать или нет как вы считаете в чем все-таки секрет успешного снижения веса ну во первых мне кажется нужно четко понимать нужно вам это или нет мне кажется очень многие люди хотят похудеть но им сложно сделать какое-то усилие над собой но какая-то такая мотивация должна быть то есть вот сказать я худею сегодняшнего дня мне это нужно мне это нужно там либо для здоровья либо для красоты либо чтобы я платье носил 42 размера и мы все там восхищались как может быть многие женщины мечтают но нужно самому сделать и принять это решение это очень важно я вот себе сама сказал что я хочу это сделать если бы я не хотела то наверное бы никакие рекомендации не помогли бы ничего бы мне бы не хотелось а лично сам должен себе сказать мне это надо а как это происходит вот почему вдруг принимать человек принимает такое решение вот как это вообще во первых наверное я увидела в ваших рассказах что вы говорите что нужно сделать для того чтобы похудеть и это оказалось безумно просто то есть не нужно там от чего-то отказываться прям так сильно ли чего-то пожалуйста можно есть вот как вы говорите один-два-три это действительно так сделав эти шаги следует результат я вот даже вспоминаю когда мы с вами общались четыре дня как только я вот у вас вступила в программу и в процессе четырех дней я уже начала эту программу я прям сижу и вернее встаю на весы после разговора с вами и смотрю минус килограмм я думаю вау со мной такого никогда не было я и 15 грамм не могла самостоятельно сбросить целый килограмм а вы еще так серьезно посмотрели сказали что ну может быть и дальше так пойдет хорошо а вот сейчас типа давайте вот старайтесь и все такое правильно ли я слышу что даже записавшись на программу по снижению веса даже уже начав соблюдать рекомендации вы все равно были удивлены увидеть увидеть увидев минус на весах да я просто вообще была поражена еще я вот все вы так серьезно рассказывали я серьезно записывал у меня тетрадочка существует сергей михайлович еще говорили что нужно использовать там термос широким буром так я его не использовала понимаете почему-то не использовала потом думаю а как как вот вообще люди все используют а я нет и еще и похудела думаю как чужие не используют чудесный способ ну вот поэтому я конечно когда вас слушаю думаю ну может кто-то похудел я еще тогда какое-то было такое немножко недоверие но когда я увидел вот этот минус килограмм я подумала нет я буду дальше продолжать и просто вот уперлась со всей силой все-таки вот минус на старте он очень важен да вот потому что он психологически поддерживает даже если полкило бы было я бы уже увидела это я поняла что ого я я могу дальше есть ради чего стараться ради чего собственно говоря ходить и вообще что дело движется что ну что это не какая-то такая программа там только на словах а у вас такая действенная программа оказалась и как часто люди спрашивают ну давайте я не знаю как у вас иногда люди считают что все-таки нам чуть больше 16 лет и как бы уже вот как вы говорили с годами тело как дерево там все шире шире были какие-то сомнения у вас вот по этому поводу или или нет конечно у меня в голове были стереотипы что люди с годами она только больше и шире становится это как бы норма все мои родственники они все были очень полные в возрасте я подумал вот они такие значит и я такая и это нормально но тем не менее видя там знаете это голливудские звезды возрасте дали там первые леди государства западных ты смотришь на них и думаешь ну как им удается быть такой вот тонкой и хрупкой и вот как-то где-то в голове у меня была вот такая мысль что если ну как 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 похудеть ведь не получается но вот единственное что когда я нашла вас а вернее вы ко мне прилетели в инстаграм я поняла что это вот надо попробовать все таки тем более вы говорите как-то очень весело как-то задорно завлекаете так оказалось на самом деле все так как вы и говорили и это вообще даже не реклама а это так оно и есть ну да 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 и еще такой вопрос в чем секрет сохранения веса как вы считаете как сбросив не набрать вот как бы вы ответили на этот вопрос чем секрет а знаете я считаю что я за время похудения применяла свои привычки мне кажется нужно применять свои привычки все-таки если сахар я не ела и так вот именно песок сахара то конфеты я ела и от конфет вы знаете раз в три дня съесть конфету но в принципе как-то вот это не та привычка от которой можно поправиться я считаю ну это во первых во вторых мне понравилось дробно питаться я никогда раньше так не питался могла там например два раза в день поесть один раз утром чай с конфетками и поздно вечером 22 или 23 часа хорошо поесть елена сбросила 12 килограммов год сохраняет стройность топ-3 привычки стройности первое дробное питание да отказ от сахара практически правильно ли я понял что вы соблю по-прежнему соблюдаете правила одного объема то есть каждый прием пищи еда плюс напитки максимум 500 500 грамм да я это хорошо усвоила я в принципе вот всегда себе собираю на работу контейнеры дробное питание второе отказ от плохой еды от сахара и от прочих каких-то безобразие рожные всевозможные торты вот это я не ем на но люди говорят подождите извините елена люди говорят ну как же без тортов-то жить сергей халов я когда вашу рубашку вижу сразу вспоминаю про пирожные кто чего значит а я думаю про торт нежность грустно же будет не без пирожных нет я считаю что знаете на новый год допустим я съела тортик градусов 30 так сказать не 120 а градусов 30 такой вот тортик но уже там после еды в определенный прием пищи я понимала что сколько это по грамм не то что по грамм как это будет в объеме а больше я не ела и потом вы говорили что можно есть низкокалорийные весерки я их поискала посмотрела потом нет я не хочу попробую я мороженое скажем так которое низкокалорийное на эритрите мне она не понравилась она мне горчит я думаю лучше я вообще это не буду есть и как бы не подождите елена люди здесь говорят а если любовь а если вот ты любишь торты и я бы посоветовала есть побольше фруктов вот мне фрукты заменяют сладости я вот например как вы говорите там фрукты можно 100 150 грамм есть в один прием пищи я всегда 150 грамм себе беру фруктов не 100 грамм например хочу вот например сливы 150 я беру 150 также вы говорили что можно просто отдельно съесть 100 грамм белка и там 200 300 грамм арбуза например за один прием это я тоже могу себе такое позволить и вот фрукты и всевозможные не заменяют то есть мы попрощались с тортом и конечно же мы немножечко грустим да мы немножечко грустим и скучаем но это но это легче пережить если у тебя есть фрукты фрукты они тебя поддерживают эту помогают эту разлуку как-то пережить легче фруктов раньше столько-то с роду не ела теперь у меня постоянно в холодильнике персики морковка там я не знаю перцы всевозможные там я не знаю свежие это вы фрукты перечисляете морковка середей ригиска все сахарное все жизнь сладкая и третье третье в топ привычка я обязательно делаю метаболическую точку я оставила для себя с похудения я например там беру один или два белка яичных в зависимости от того насколько мне хочется не хочется беру либо одну морковку либо пол перца и вот это съедаю за два часа до сна и прямо перед сном да 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 можно прям лечь спать елена спасибо вам огромное вы просто звезда